Сегодня, 22 октября, Церковь вспоминает святого апостола Иакова, сына Алфеева, преподобного Андроника и его жену Афанасию, праведного праотца Авраама и племянника его Лота. Память святых отцов Седьмого Вселенского Собора. Об апостоле Иакове практически ничего не известно. Мы знаем, что иногда его называли Иаков Меньший, чтобы отличать от другого Иакова, называемого Большим или Братом Господним. Его отца звали Алфеем, а мать, по всей видимости, была среди женщин, сопровождавших Христа. О ней не раз говорится в различных Евангелиях. После сошествия на апостолов Святого Духа Иаков отправился на проповедь в Иудею. Потом, вместе с апостолом Андреем Первозванным, побывал в Эдессе. Затем самостоятельно проповедовал в Газии и Южной Палестине. О его смерти и погребении существует несколько версий. Одни авторы считают, что он был побит камнями и погиб в Мармарике. Другие, что принял мученическую смерть по дороге в Египет в городе Астрацини. Преподобный Андроник и жена его Афанасия жили в Антиохии в Сирии в V веке. Святой Андроник был ювелиром. Свой заработок он делил на три части. Одну часть отдавал в церковь, другую – бедным, а третью оставлял для своей семьи. Пришел горький час. У Андроника и Афанасия умерли сын и дочь. Супруги, погоревав, решили полностью посвятить себя служению Богу. Вскоре Андроник поступил в скит близ города Александрии, а Афанасия – в женский монастырь. Через 12 лет монашеской жизни преподобный Андроник пошел в Иерусалим на поклонение святым местам. Ему встретился попутчик инок Афанасий. Это была его жена, которая, предугадывая опасности путешествия, переоделась мужчиной. Они не узнали друг друга, так как прошло уже много времени. Вернувшись из Иерусалима, оба инока поселились в одной келье. И святой Андроник, и святая Афанасия приняли обет безмолвия. После кончины преподобной Афанасии осталась записка, раскрывавшая ее тайну. Так весь мир узнал историю женщины, бывшей своему мужу верной и любящей женой и самым преданным другом. Праведный праотец Авраам жил в 2000 году до Рождества Христова. Бог избрал Авраама, чтобы сберечь в языческом мире для всего человечества истинную веру. Он явился праведнику, жившему недалеко от Вавилона, и повелел идти в землю ханаанскую. Авраам, ни секунды не сомневаясь, взял жену, племянника, слуг и отправился в далекий край. Эта земля получила название обетованной, то есть обещанной, и сейчас известна как Палестина. Стада Авраама множились на здешних тучных пастбищах. Достаток его рос. Однако у столетнего праведника не было детей, что сильно печалило и Авраама, и его жену Сарру. Однажды в знойный день он дал приют трём странникам. Те предрекли ему рождение сына. Тогда Авраам понял, что под видом трёх странников его посетил Бог. Предсказание исполнилось. У праведника родился сын Исаак. Господь ещё раз испытал веру и послушание Авраама, повелев принести Исаака в жертву. В последний момент Господь остановил руку Авраама. Праведник выдержал испытание. За такую веру, любовь и послушание Бог благословил Авраама и обещал, что из его рода произойдёт спаситель мира. Лот был племянником праведного Авраама. Вместе они покинули земли близ Вавилона. Так как оба они были скотоводами, вскоре им стало тесно на соседних полях. Авраам поселился близ реки Хеврон, а Лот ушёл в долину реки Иордан, в город Содом. Когда Аврааму явился Господь, он открыл праведнику, что собирается истребить Содом и соседнюю Гоморру. Эти города он назвал самыми нечестивыми на земле. Авраам стал умолять Господа, чтобы он помиловал эти города, если там найдутся пятьдесят праведников. Господь согласился. Авраам продолжал говорить, всё уменьшая число праведников. Даже ради десяти Бог согласен был помиловать города. Но и десяти честных и добрых людей не нашлось в Содоме и Гоморе. Два ангела вывели праведного Лота с семьёй за город. Они велели бежать, не оглядываясь. Но жена Лота обернулась на гибнущие города и превратилась в соляной столб. По преданию, на месте Содома и Гоморы сейчас находится Мёртвое море. Субтитры подогнал «Симон»!